Тоже хороший вопрос. Вы живете в миру и вы должны оставаться женщиной прежде всего. Иногда у нас бывают такие перегибы, когда мы придя к Богу, особенно в первые несколько лет, период неофитства, как его называют, мы слишком ударяемся в религию и начинаем видеть весь мир черно-белым и очень категорично становимся, жестко ко всему относимся. Этого не нужно делать, нужно стараться быть мягче, по-другому посмотреть на свою жизнь. Вы сами сказали, что вы любите мужа. Если вы любите мужа, значит вам нужно ему где-то уступать, где-то прощать его и поговорить с ним. Потому что муж и жена – это одно целое, и вы должны решать свои проблемы именно с мужем, поэтому поговорите с ним. Есть какие-то моменты, где он вам готов будет уступить. Допустим, то, что вы в храм приходите, то, что вы молитесь, в этом нет ничего плохого. Но при этом муж не должен страдать из-за того, что вы верите. Если вы там поститесь, то не надо его заставлять поститься. Если там в супружеских отношениях, то тоже надо уступать, чтобы не было категоричности. Потому что очень часто, когда человек забывает о семье, когда приходит к Богу, это приводит потом к серьёзным проблемам, вплоть до развода. Но ведь вы пришли к Богу не для того, чтобы мужа потерять, а чтобы спасать свою душу и мужа тоже спасать. Поэтому вам надо проявить мудрость, терпение, где-то уступать, где-то надо по-другому посмотреть на всё. Поэтому я желаю вам Божьей помощи, чтобы вы подумали о отношениях с мужем, в чём проблема. Может быть, даже с ним поговорите. Чем больше муж и жена общаются друг с другом, тем больше пользы. У нас вот ошибка очень многих в отношениях, что люди не общаются друг с другом. Нет доверия, нет понимания. Но именно муж и жена между собой могут многие вещи решить. То есть буквально поговорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Какой можно найти компромисс для того, чтобы решить проблему. Очень часто, если люди любят друг друга и хотят договориться, то всё получается. Так что желаю вам Божьей помощи, чтобы всё наладилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!